Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 28 августа и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденции восходящие сохраняются. Вчера мы видели вновь обновление локальных максимумов, что на текущий момент подтверждает сохранение восходящей тенденции, ближайшие цели роста и движения в области 1.1783. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 1.1594. Рассматривать продажи будет иметь смысл только после закрепления ниже данного уровня. По паре британский фунт-американский доллар мы видим остановку в снижении. Вчера во второй полной торговой сессии пробили максимум, который был зафиксирован в пятницу. В среднесрочной перспективе пока это не меняет нисходящие тенденции по паре британский фунт-американский доллар, но уже в краткосрочной такие изменения могут произойти. Среднесрочно тенденция, восходящая по паре британский фунт, получит свое подтверждение после ухода выше отметки 1.2937, максимум, который был зафиксирован 22 августа. В свою очередь, обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, подтвердит настрой дальнейшего нисходящего движения с целью до 1.2695. По паре американский доллар, канадский доллар, вчера во второй полной торговой сессии смогли закрепиться ниже минимальные значения, которые были во-первых, 24 августа зафиксированы и ужт, и ниже минимум 22 августа, что в рамках числового таймфрейма на текущий момент переводит в фазу нисходящего движения с целью снижением до 1.2849 и, соответственно, на 1.2704. Возврат к покупкам здесь будет смысл рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, по цене 1.3068. По паре американский доллар, японская иена, вчера смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 24 числа, но на текущий момент пока это не меняет общего восходящего направления. Здесь уже будем следить за тем, как цена будет вести себя вблизи области максимальных значений вчерашнего дня и минимальных. В свою очередь, если цена сможет закрепиться выше отметки 111.36, то в этом случае будем ожидать возобновления восходящего движения, ну и, соответственно, следующей цели до 112.37. Пробитие минимумов откроют предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения с целью снижения до 109.72. Цена 110.93, тот уровень, за которым мы будем следить. По паре австралийский доллар и американский доллар в рамках часового таймфрейма вчера мы также в конце торговой сессии видели закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы 24 августа. В среднесрочной перспективе пока тенденция остается нисходящей. Данный сценарий будет актуален, пока мы торгуемся ниже отметки 73.81, максимальное значение 21 августа. Цели по снижению это область 71.94, ну а в свою очередь, если австралийц сможет закрепиться выше области 73.82, то ожидаем возобновления роста по данному активу. Еврофунт продолжает движение восходящее. Следующая цель движения это область 92.02, туда планомерно и движется актив. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 90.33. Золото на текущий момент продолжает свое движение восходящее, которое у нас началось в конце прошлой недели. Следующая цель роста это движение в область 1226 долларов за тройскую унцию. Возврат к продажам по данной формации будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1203 доллара за тройскую унцию. По нефтемарке Brent также сохраняется тенденция восходящая. Цель роста движения в область 77.76, ближайший разворотный уровень, так как у нас локальный максимум 24 августа был обновлен, на текущий момент можем скорректировать на минимальные значения понедельника, который был отмечен по цене 75.20. По индексу DAX также сохраняется тенденция восходящая. Цель роста это движение в область 12769, ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимуме 24 августа по цене 12337. Ну и биткоин сегодня с утра уже обновляет локальные максимумы, торгуется в области 6800 долларов за один биткоин, следующая цель роста это область 7200. Ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 26 августа по цене 6530. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, как всегда всем желаю хорошего торгового дня, если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш YouTube канал. Всем спасибо за внимание и до свидания.